Здравствуйте! С вами портал Экзогет.ру и священник Александр Сатомский, преподаватель кафедры теологии Ярославского Педагогического Университета и Ярославской Духовной Семинарии. Мы продолжаем наш с вами курс лекций, посвященных Божественной Литургии. И наше прошлое занятие мы завершили на гимне «Достойно есть». Напомню, после эпиклезы, после призывания действия Святого Духа на дары, мы читаем дептихи, читаем те поминовения о живых и усопших, о которых мы и благодарим Бога, если, например, мы говорим здесь о святых и блаженно почивших христианах, или о которых ходатайствуем в рамках этого богослужения и просим за которых. Здесь тоже мы имеем в виду как усопших, так и живых. Обратимся к тексту. За святого Иоанна Пророка, Предтечу и Крестителя, за святых прославленных и знаменитых всюду апостолов, за святых, чью память сегодня совершаем, и за всех святых твоих, по их молитвам обрати на нас, Боже, свой взор. И вспомни обо всех скончавшихся в надежде на воскресение вечной жизни. Дай им, Боже, наш покой там, куда достигает свет лица Твоего. Также взываем к Тебе. Вспомни, Господи, обо всех православных епископах, которые верно преподают слово Твоей истины, обо всех пресвитерах, о деканах во Христе, обо всем чине священнослужителей. Также мы приносим Тебе эту словесную службу за всю Вселенную, за Святую Вселенскую Апостольскую Церковь, за тех, кто живет в чистоте и воздержании, за нашу хранимую Богом страну, за ее власти и армию. Дай им, Господи, мирное время правления, чтобы при их спокойствии и нам проводить жизнь тихую и безмятежную, во всяком благочестии и чистоте. Далее мы слышим возглас. «В числе первых вспомни, Господи, великого господина и нашего отца Кирилла, святейшего патриарха Московского и всея Руси, и господина нашего, преосвященного митрополита, такого-то, даруй их Твоим святым церквям, живущими в мире, сохранными, почтенными, здоровыми, долгожителями, верно преподающими слово Твоей истины. И обо всех, и обо всех, и всех, и вся», отвечает хор. В этих диптихах, в этих поминовениях живых и усопших мы видим, во-первых, как мы уже сказали в завершении нашей прошлой лекции, что в принципе объединены и святые, и собственно просто верные христиане, как живые, так и усопшие. Подобную логику, кстати, мы встречаем с вами в таком достаточно редком богослужении, единожды совершаемом чине торжества православия, который служится в первое воскресенье Великого Поста. Там мы видим, что, например, вечная память возглашается не только почившим, например, христианам, непрославленным церковью, но вечная память возглашается и тем, кто уже известен и почитаем в церкви как святые. Вот такого рода отсутствие разделения восходит, во-первых, и главных к тексту анафора. Второй важный момент, что часто мы, скажем так, имеем переживание, что есть такие дни в церковном календаре, когда мы не поминаем усопших. Ну, например, литургия святителя Василия Великого не предполагает ектеньи о усопших. В период после Пасхальной до Радоницы мы не поминаем усопших. Ну и, например, в целом ряде приходов усопшие не поминаются в дни двунадесятых праздников или в дни воскресные, что, в общем-то, совершенно логично с точки зрения устава. На самом деле мы должны иметь в виду, что говорим мы о отсутствии именно гласного поминовения усопших. То есть, например, перечисление имен наших почивших близких на ектеньях. Так как и в Проскомидии, и в тексте анафоры усопшие поминаются всегда, вне зависимости от того или иного дня. То есть, банально ввиду того, что и Проскомидия, и анафора части в этом смысле неизменяемые. Мы видим, как в тексте поминовения практически напрямую цитируется апостол Павел. Так, например, когда говорится о священнослужителях. «Вспомни, Господи, обо всех православных епископах, которые верно преподают слово Твоей истины». И, соответственно, мы сразу можем обратить внимание на второе послание к Тимофею, где в этих же словах апостол Павел, собственно, о священническом служении и говорит. А именно, это вторая глава, 15 стих. «Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины». То есть, собственно, то, над чем должен трудиться каждый верный православный христианин. И, безусловно, то, что должно составлять предмет веры, молитвы и переживания всякого клирика абсолютно однозначно. Также, например, мы видим и упоминание здесь после чина клира молитвы о Вселенной. Здесь имеется в виду, конечно, скажем так, для того момента времени Айкумена, то есть, населенная людьми часть мира. То есть, здесь не молитва о Вселенной как, собственно, мириадах галактик. Здесь, конечно, таинство о людях и для людей. И поэтому, более того, для своего момента времени Айкуменой, в принципе, воспринимался очень конкретный регион. Это, собственно, Средиземноморье, территория империи. И есть, скажем так, то самое центральное место в мире, то самое христианское царство, о котором, собственно, такого рода молитва и совершается. Но мы можем сейчас, конечно, совсем уже по-другому смотреть на такого рода географию. И под словом «вселенная» имеются в виду вообще все живущие где бы то ни было люди. То есть, здесь тоже такой очень важный универсальный характер литургии. Она, конечно, есть таинство и молитва христианской общины, но внутри этой самой молитвы христиане молятся как о самих себе, то есть, как о церкви, так и о мире как таковом. То есть, о всех людях вне зависимости от того, являются они частью этой общины или нет. На эту разделенность, на эту двойственность, собственно, нам сам текст и указывает. Мы приносим тебе эту словесную службу за всю вселенную, а далее за святую вселенскую апостольскую церковь, за тех, кто живет в чистоте и воздержании. А далее мы видим молитву о той стране, в которой мы живем. И здесь тоже принципиально важная вещь. Иногда в нашей истории эти категории совпадают. То есть, собственно, страна, где мы живем, например, является христианской, и, соответственно, мы молимся в таком случае о наших христианских правителях. Но есть огромное количество стран, где церковь не является, скажем так, исключительно первенствующей какой-то духовной силой, где, например, либо другие христианские деноминации занимают ведущую роль, или, например, в принципе, эта страна еще как-то не обратилась к Христу. И в таком случае, когда идет речь о властях, например, молятся о них с надеждой на то, что и помощь Божия, и соответствующее просвещение коснется их душ. То есть, в этом смысле, например, немножко разный угол зрения будет в случае, например, когда на территории России или Греции звучит соответствующего рода текст анафоры, или, например, где-нибудь на территории Японии, где тогда под властями, безусловно, будет иметься в виду, например, японский император. Указывает же на то, что о властителях нужно молиться вне зависимости от того, являются они христианами или нет, также, собственно, апостол Павел, только не во втором, а уже в первом послании к Тимофею. Это будет вторая глава, второй стих. Даже можно с первого стиха нам начать. «Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную, во всяком благочестии и чистоте, ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу». То есть на этапе, когда апостол Павел об этом пишет, безусловно, все правители и начальствующие не имеют к христианству еще ровно никакого отношения. Однако же им уже от Бога вручена определенная власть и, соответственно, определенные обязательства. Соответственно, апостол указывает, что христиане должны молиться о том, чтобы этой самой властью они пользовались должным образом, чтобы вели мир к порядку, а не к деструкции. Звучащий возглас обращает наше внимание на две фигуры. В первых помяне Господи, то есть среди первых. О ком мы здесь молимся? Мы видим, что мы поминаем святейшего патриарха и местного епископа. В целом нужно заметить, что православные церкви смотрят на такую практику различным образом. Например, в большинстве православных церквей предстоятеля церкви поминают только за епископскими богослужениями. То есть таким образом подчеркивается взаимообщение на всех уровнях церковных. То есть приход молится о своем епископе, епископ молится о предстоятеле церкви, предстоятель церкви поминает всех других предстоятелей православных церквей. То есть вот она вся полнота общения. В рамках практики русской православной церкви с момента восстановления патриаршества на Руси, то есть, собственно, после деяний собора 1917-1918 годов возобладала практика поминовения и патриарха не только епископами тех или иных епархий, но и вообще всеми приходами. Таким образом подчеркивается именно идея абсолютного единства православной церкви конкретной поместной. Связано это, ну и для своего момента времени тоже, с тем, что время от времени церковное единство нарушается расколами. Ну как это было, например, для начала XX века с темой обновленческого раскола. И в этом плане, кстати, и сама древняя идея диптихов, в которых поминаются и в целом православные епископы, и поимённо кто-то, как вот, например, поимённое упоминание, мы видим, патриарха и местного архиерея, завязано именно на тему церковного общения как вещи и в исключительно практической области. То есть в рамках богослужения стоящий в храме человек должен прекрасно понимать та община, внутри которой он находится, с кем находится в общении, кого она поминает, кого она считает своими руководителями и главами. В ситуации расколов, когда мы понимаем, что, например, на одной территории существует несколько враждующих, противоборствующих друг другу юрисдикций, это исключительно важно. К тому, чтобы было понятно, что, например, вот те, кто представляет собой собственно православную церковь как таковую, а вот те, кто только претендуют на подобного рода наименование. Поэтому гласное упоминание патриарха и епископа и в рамках ектиний, и, например, в рамках соответствующего фрагмента анафоры носит и, конечно, общий молитвенный смысл, но и очень практическую задачу исполняет, указывает, с кем эта община находится в общении и взаимодействии. Звучащий от хора ответ «и всех, и вся» не очень читается нами в рамках нашего современного русского языка, хотя в плане и греческого оригинала, и славянской его версии здесь имеются в виду все стоящие в мужском роде, вся эта присутствующая, упоминаемая в женском роде. То есть, по большому счёту, вот мы перечислили тех или иных святых, вот мы перечислили клир, вот мы помянули власти и воинство, вот среди первых упомянули наших предстоятелей и всех мужчин, и всех женщин, то есть, всю полноту верных. Вот в этом смысл соответствующего ответа церковной общины. Священник продолжает поминовение. «Вспомни, Господи, об этом городе, где мы живём, и обо всяком городе и стране, и о живущих там верующих. Вспомни, Господи, о тех, кто находится в плавании, путешествии, кто болеет, страдает, кто оказался в плену, и об их спасении. Вспомни, Господи, о жертвователях и украшателях святых Твоих церквей, и о внимательных к бедным, и всем нам пошли свои милости». Здесь мы видим, что, скажем так, логика поминовений продолжается и, скажем, приобретает всё более частный характер. То есть, вот мы среди первых вспомнили предстоятелей, вот мы сказали обо всех верных мужчинах и женщинах. Дальше мы, например, до этого молились вообще о стране и властителях. Теперь мы вспоминаем и то место, где мы живём. Это либо город, где мы присутствуем, либо, например, в монастырях, соответственно, о святой обители сей, говорится в этой молитве, в каких-то малых населённых пунктах, о весе сей, то есть вот об этом селе или деревне. Так как община, находящаяся здесь, конечно, ищет того, чтобы помощь Божия, благодать Его обильно присутствовала на этом месте как таковом, чтобы и через неё, и в ней действие Божие, как мы с вами говорили, вот эта тайна любви Божией, раскрывающаяся в присутствии христианской общины в мире, чтобы вот она возрастала. Мы видим, что вспоминаются категории тех, кто прямо сейчас находится вне этого литургического собрания, но очень нуждается в молитвах. То есть перечислены те, кто сейчас отсутствуют. В анафоре святителя Василия Великого это будет более пространный список. Это те, кто находятся в плавании, путешествии, болен, страдает, пленён, и, соответственно, мы просим о их спасении. Любопытно, что здесь мы встречаем и такой как бы очень мимолетный, но пассаж греческой мысли для греков, находящиеся в плавании, и в принципе путешествующие, то есть путешествующие сухопутно, были двумя совершенно разными категориями людей. Поэтому и здесь в тексте они разведены. Отдельно упоминаются плавающие и отдельно путешествующие. Хотя, например, с нашей точки зрения, между ними никакой принципиальной разницы нет. И, собственно, после них мы видим вспоминания о тех, кто осуществляют определённые служения внутри церковной общины, не будучи клириками. То есть осуществляют какие-то начинания для церкви также важные, а именно жертвователи, благоукрасители, внимательные к бедным, то есть те, кто, собственно, сейчас бы мы назвали их титрами, например, или, например, меценатами, или же теми, кто занимается, например, социальной работой, то есть, собственно, поддерживает бедных. Принципиально важно иметь в виду, что, конечно, любое благое, скажем так, устроение должно бы завершаться и каким-то благим действием. Об этом нас учит послание апостола Иакова, что мало сказать твоим братьям, идите, грейтесь и питайтесь, вот пусть Господь помогает вам. Конечно, хорошо и правильно, когда ты сам, как раз будучи частью тела Христова, эту самую помощь в меру силы, в меру возможности, но тем не менее, тем, кто в ней нуждается, и окажешь. В таком случае окажешься и среди тех, кто за всякой литургией поминается особенным образом, те, кто внимательны к бедным. Соответственно, о всех них молится церковь, чтобы им были посланы особые милости от Бога. Далее звучит возглас. «И дашь нам, единым и усты, единым сердцем, славите и воспевайте причесное великолепое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и пресны и во веки веков. И дай нам едиными устами, единым сердцем», просит церковь. Тема единства для Евхаристии – тема исключительно важная. Мы уже говорили о том, что здесь, безусловно, имеется в виду единство любви, но не будем забывать, что имеется в виду и единство веры тоже. Поэтому, например, не случайно перед началом анафоры пелся символ веры. То есть, тем самым указывалось через целование мира на наличие единства любви, а через совместное пение символа веры, на единство веры, что все находящиеся в этом собрании одним и тем же образом единомысленно прославляют Святую Троицу. Об этом мы читаем, например, и в послании к римлянам у апостола Павла. Собственно, 15 глава. «Бог же терпение и утешение додарует вам быть в единомыслии между собою по учению Христа Иисуса, дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа». То есть, здесь, как и текст молитвы, и, собственно, текст апостольский указывает на то, что искомое единство, с одной стороны, безусловно, является предметом нашего с вами человеческого усилия, надо трудиться над сохранением единства, но, с другой стороны, в абсолютном и конечном смысле является даром от Бога. Как, собственно, и все, что мы с вами осуществляем в жизни, за что бы мы ни взялись. То есть, например, то же самое наше молитвенное делание. Мы понимаем, что молитва – это плод нашего труда и усилия, но, с другой стороны, молитва, как глубокое, да, серьезное состояние является, конечно, даром Божьим. Точно так же и с единством. Наша сверхзадача, если его уж не умножать, то как минимум не умолять, но мы просим и молимся к Богу о том, чтобы единство как дар все-таки в церкви присутствовало. И завершается анафора, после того, как мы перечислили всех тех, о ком мы благодарим и молимся, когда мы сказали о тех дарах, которые мы ищем получить в причастии святым Христовым тайнам, следующими словами. «И да будут милости великого Бога и Спасителя нашего и Иисуса Христа со всеми вами и со духом твоим», отвечают собравшиеся священнику. То есть все то, о чем мы молились, пусть в полноте с вами пребывает. И мы видим, да, как и собрание отвечает пресвитеру тем же. То есть чтобы и он был наследником того же, о чем сам говорит. Далее у нас с вами следует просительная ектинья. В большем объеме своих прошений она уже повторяет то, о чем говорили ектиньи другие. Но есть здесь несколько важных тем. Начинается она словами. «Вся святые поминувши, паки и паки, миром Господу помолимся». То есть вспомнив обо всех святых или все святое перечислив. Здесь есть как бы два разных поля смысла. Либо, с одной стороны, мы говорим о том, что вот вспомнив всех святых, то есть и святых прославленных церковью, и тех верных, о ком мы молились, мы вот еще и еще прибегаем к нашей молитве. Либо же, все святое вспомнив, мы говорили с вами о том, что в Анафоре вспоминаются события спасительного подвига Христова. Вот те самые крест, погребение, воскресение, восшествие на небеса, восседание справа от Отца и далее, далее. То есть святые события спасительного подвига. Мы можем видеть здесь оба этих смысла. Далее о принесенных и освященных честных дарях Господу помолимся. Принесенные и освященные драгоценные дары. Именно в этой ектенье диакон или священник свидетельствуют собравшимся верным о том, что таинство совершилось. До этого дары такими словами не назывались. Здесь же четко подчеркивается, они освященные дары. Все то, о чем молилась община, даровано ей, явлена эта благодать, и, собственно, вскоре уже все ожидают причастия этим дарам. Далее мы читаем. «Якогда человека любец Бог наш, прием я во святые, пренебесный мысленный свой жертвенник, воню благоухания духовного, возниспослят нам божественную благодать и дар святого Духа помолимся». По-русски «помолимся, чтобы наш человеколюбивый Бог, приняв их на свой святой, высший небес и умосозерцаемый жертвенник, в качестве духовного благовония, не спослал нам в ответ божественную благодать и дар святого Духа». Вот этот глагол «возниспослят», то есть «в ответ преподаст нам». Вот эта идея литургии как таинства общения как в горизонтальном смысле, так и в вертикальном тоже. «Твоя от твоих тебе приносяща», говорит церковь. «Мы то, что уже твое, но тем не менее через посредство наших рук к тебе возносим, чтобы от тебя же и получить». Собственно, жертвенник не случайно назван здесь умосозерцаемым. Опять же, мы помним тезис про то, что мы совершаем словесную умную службу. Это не просто какое-то кровавое, умилостивительное жертвоприношение, а возношение из глубины сердца и ума. Но и мы ожидаем встречного действия Божия, чтобы Господь, приняв эти дары, и ныне нам их предложил. Что, собственно, уже осуществилось. Вот мы об этом молились, вот теперь мы ожидаем причастия этих даров. Последующие прошения, собственно, как я уже говорил, будут повторять то, о чём мы уже говорили на других иктиньях, а именно и единство веры, и, собственно, прощение грехов, последующих лет жизни в мире и покаянии. И далее, далее, вот обо всём об этом мы, собственно, в рамках этой иктиньи молимся. В это время священник читает следующую молитву. «Тебе мы вверяем всю нашу жизнь и надежду, человеколюбивый Владыка, и просим Тебя, и молим, и умоляем, удостой нас причаститься Твоих небесных и страшных тайн, этой священной и духовной трапезы с чистой совестью, для оставления наших грехов, для прощения наших проступков, для общения Святого Духа, для наследования Небесного Царства, для права дерзновенно приступать к Тебе, не в суд или во осуждение. Мы уже слышали эти слова примерно даже в этой же последовательности в рамках завершения анафоры, а теперь же они, как такая практически самостоятельная молитва перед причащением, звучат у нас в рамках данной иктиньи. И завершится она возгласом и пением молитвы «Отче наш», о которой мы поговорим с вами уже в рамках нашей следующей лекции. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok